Сквера Марина Алексеевна Ладынина. Хочу отметить, что основные работы на сквере завершены. Подрядная организация в этом году на начало года была одна. С ней контракт был расторгнут по соглашению сторон. Мы оплатили объемы работ, которые были фактически выполнены. Потом мы проводили дважды конкурсные процедуры, торги. Определен был победитель, который приступил к работе. Сразу хочу отметить, что вы все прекрасно понимаете, что иногда и качество, и сроки выполнения работ нас не устраивали. Подрядчик делал и переделал некоторые виды работ по нескольку раз. Тем не менее, на сегодняшний день объемные показатели по контракту выполнены. Есть вопросы в некоторой части, касаемые качества. Но у нас есть гарантийные обязательства, которые подрядчик должен выполнять. Есть сумма в виде банковской гарантии, которая перечислена подрядчиком, представлена нам, около 3 миллионов рублей, 2,700 с чем-то, которая гарантирует выполнение принятых на себя обязательств. Есть другие обязательства, которые возникли в связи с тем, что он нарушил благоустройство, которое было выполнено не им, а другой компанией по другому контракту. Я имею в виду компанию, которая выполняла благоустройство и озеленение. Это уже не в рамках гарантийных обязательствах. Весной при вскрытии снега мы это все актируем, вызываем его, и он обязан это устранить. Он это знает, понимает и признает, что ему необходимо будут эти работы выполнить. Часть работ, которые он выполнил, мы сейчас понимаем, что весной он будет переделывать уже, потому что не в оптимальные сроки он их выполнял. Я думаю, что при наступлении положительных температур мы увидим огрехи на этих участках и потребуем их устранения. Он тоже это видит и понимает. Поэтому здесь ситуация такова. Наша муниципальная часть этого контракта была проплачена и вчера приехала в город. Если не видели, обратите внимание, там появился еще один объект на площади, на фундаменте, который был для этого летом изготовлен. Это павильон, кафешка. Она есть у меня, есть фотографии, в каком она виде к нам приехала. То есть в этом отношении и муниципалитет свои обязательства выполнил. Первый раз встречались с подрядчиком. Мы говорили о многом. И о том, насколько это важно и значимо для города весь этот проект. А потом в сентябре месяце подрядчик пришел ко мне и сказал, я стою и ухожу просто с объекта, чтобы вы понимали. Потому что уровень цен на те товары, которые в контракте заложены, они не сопоставимы с теми ценами, которые на рынке уже. На металл, на древесину, на бетон и так далее. Я скажу, даже вот те игровые вещи, барабаны, духовые, эти самые, делали в Подмосковье и оттуда отправляли. Я сам разговаривал с заводом-изготовителем. Это было еще в июле, о сроках поставки. И они тогда говорили уже, ребят, только ноябрь. До ноября у нас такие-то контракты. Мы вам ничего сделать не сможем. Это только ноябрь. Нужно было заказывать раньше. Поэтому вот это ситуация сегодняшнего дня. Ну и стоимость этих игровых элементов, это не маф, это вот вещи, она была в полтора-два раза выше, чем заложена в смете. Ну, чтобы понимание было. Но между тем, мы добились того, что подрядчик вот так, может быть иногда под нажимом, он все виды работ, которые положено было ему выполнить по контракту, он их выполнил. Мы вот эту работу довели с ним. Но есть вопрос, как он их выполнил? Вот, а этот вопрос, вот, качество удовлетворительное. Я не могу назвать его хорошим, либо отличным. Вот, поэтому весна покажет нам о том, как это, какое испытание, как пройдет испытание этот объект, эти виды работ. Мы будем их проверять, контролировать. Мы же видели все, мы все живем в этом городе, что там бесконечно продолжались эти раскопки, простите за слэнс, да? Да. Мы знаем о том, что жители возмущены качеством выполненных работ. Мы знаем о том, что депутат законодательного собрания Сергей Александрович Попов тоже голосовал против того, чтобы принимать этот объект. Почему все-таки вы настаиваете и каждый раз заступаетесь за подрядчика? Я заступаюсь не за подрядчика, я не заступаюсь, а говорю о том, что есть объективные качественные характеристики. Вот, если разрыли землю, вы знаете, что они рыли? Они искали кабель, вот, часть кабелей, их украли, вот, просто украли, выдернули, они были проложены в июне, их просто выдернули оттуда, и все, и унесли в неизвестном направлении. А оболочка осталась. Вот, и раскапывали, и искали, и пытались там, и просунуть кабель вновь, и так далее, и так далее. И часть работ искали, но они искали их на земле, вот, поэтому эту землю можно на место вернуть, засыпать, разровнять, и весной высадить траву, и все восстановится. Никаких значительных разрушений, либо брусчатки, либо чего-то иного там не было, это было сбоку от дорожки, которая была. Поэтому я оперирую фактами, исходя из того, что если эти работы были, или вот то, о чем я говорил, нарушена целостность земляного покрытия, ее нужно восстановить. Это несложно. Если даже где-то затронута была брусчатка, ее тоже нужно восстановить. Если там не хватает объемных показателей, чего-то, я имею в виду, меньше на 50 квадратных метров чего-то сделано. Я понимаю, это серьезно. Но вы такие работы не приняли. Ну, вы говорите о гарантийных обязательствах, и даже сами гарантировали, что все там исправят и устранят. Но у Назарова ведь есть яркий пример, аллея памяти, где до сих пор все недочеты в рамках гарантийных обязательств подрядчик не устранил. И мы будем с ним продолжать работать. Поверьте. Они многое сделали, и многое еще им предстоит сделать, в моем понимании. И срок гарантии, поэтому не один год, а несколько лет. Вы не ответили на мой вопрос до конца. Вы уверены в том, что подрядчик не испарится в 2022 году? Да, уверен. Давайте проверим с вами вместе, Алексей. Мы же здесь будем жить. Вот и посмотрим. Он-то не будет здесь жить. Он-то не будет здесь жить. Я понимаю. Ну, видимо, будет, если он чего-то не сделает. По крайней мере, он деньгами своими... То есть, ведь вопрос-то простой будет. Если мы выйдем вместе с вами и поймем, что что-то не так, мы даем ему срок, но устранение он не делает, мы нанимаем другую компанию и оплачиваем теми деньгами, которые у нас есть. Вот вопрос в чем. Банковская гарантия, смысл. То есть, мы-то в этом отношении подстрахованы вот этим. 2,7 миллиона рублей. Нам их хватит для того, чтобы, по крайней мере, то, о чем вы говорите, земляные работы, их завершить, их выполнить. Тем более, я так понимаю, что в том месте, где он рыл, это как раз не его был участок. Там была работа по озеленению, выполнена другой подрядной организацией, по другому контракту. Это не гарантийный случай. Это как раз возмещение ущерба, которое причащено было его действиями. Субтитры создавал DimaTorzok